Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о цветочных ароматах и ароматических образов, которые они за собой несут. Вообще, женщина в парфюмерии это цветок, но цветы бывают разными. И какой вы хотите быть? Какая вы? Либо вы чувственная и страстная, как тубероза, либо яркая и харизматичная, как нарцисс, либо очень женственная, как роза, либо наоборот, очень хрупкая и нежная, как ландыш, либо же вы таинственная и загадочная, и мудрая, как пачули. Вариантов масса. Самое главное, нужно идти от своего внутреннего ощущения и от тех целей и задач, которые вы ставите себе в жизни. Вообще, группа цветочные ароматы это ароматы для любви и отношений. И если, допустим, у вас предстоит первое свидание, то, конечно же, стоит отдать предпочтение цветочным ароматам и присмотреться именно к тем ароматам, какой вы хотите быть на этом первом свидании. Допустим, вы хотите быть более нежной и хрупкой. Конечно же, тогда стоит присмотреться именно к таким ароматам и таким цветам, которые несут за собой этот образ. Допустим, это ароматы ландыша, либо же это ароматы белых цветов, либо аромат молочной розы, либо молочные ароматы, так как молочные ароматы, они очень нежные, как молоко, они сглаживают, как молоко, как белый цвет, они сглаживают различные шероховатости. Либо же наоборот, у вас стоит задача быть более чувственной, страстной. Тогда однозначно следует присмотреться к ароматам с нотами туберозы, так как тубероза – это воплощение страсти и чувственности. Это совсем небольшая часть о цветочных ароматах, но надеюсь, она была вам полезна. Более подробно я рассказываю, даю послушать и послушать цветочные ноты, аккорды на своих обучениях по парфюмерии, где мы также развиваем свое обоняние и учимся подбирать подходящие для себя цветочные ароматы. Надеюсь, это видео было интересным, полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и буду рада видеть вас снова. Всем пока, до новых встреч!